ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Четыре часа утра. Цымлянск. Что-то взорвалось сильно. Ростовская область. На России продолжаются успешные сбития беспилотников нефтебазами. Минувшей ночью в Цымлянском районе Ростовской Народной Республики были сбиты дроны местной нефтебазой, в результате чего вспыхнул пожар. Об Ововне сообщил в телеграмм Гауляйтер Республики Василий Голубев. Он уверил, что погибших и пострадавших нет. К борьбе с огнем россияне привлекли 49 человек и 14 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности. Отметим, что российские нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы и электроподстанции сбивают украинские дроны в рамках плана кремлевского маразматика по захвату Харькова до конца мая 2024 года. Мы никому ничего плохого не делали, мы ни на кого не нападали. Так, в чем план? Наша цель захватить Харьков? Вчера Зеленский посетил Харьков, провел там заседание Ставки, и в то же время у нас идут активные бои под Харьковом, добиваются успеха, вроде военнослужащие наши. Не вроде бы, добиваются. Каждый день двигаются строго по плану. По плану. По плану. По плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот по графику. Все идет по плану. В Белгородской области военный открыл огонь по своим сослуживцам. По данным телеграм-канала Шот, солдат застрелил двух военнослужащих и одного ранил. Сообщается также, что контрактник напал на других солдат ночью. Пострадавших нет, заявил глава Гровиаронского района, где произошла стрельба. По информации прокремлевского телеканала Арти, сейчас полиция разыскивает 28-летнего мужчину из Чувашии. Официально ни полиция, ни министерство обороны сообщения о стрельбе не комментировали. Российские призывники станут невыездными с конца осени этого года. Проблемы появятся и у тех, кто живет за границей и собирается на время приехать домой. В случае возвращения на родину, военнообязанный должен в течение 14 дней встать на учет. Спрятаться от государства будет нелегко. Министерство цифрового развития России заказало систему, которая позволит этому министерству и Министерству обороны и пограничной службе обмениваться информацией. Таким образом, чиновники смогут получать сведения о россиянах, которым уже выдали повестки. Глава Минцифры Макс Учадаев заявил, что если такая система заработает срок, то в последний месяц призыва получивших повестки начнут тормозить на границе. Ну а сам запрет на въезд будет действовать сразу после размещения электронной повестки в реестре, пишет издание «Можем объяснить». Кроме того, призывников смогут лишать водительских прав. Машину нельзя будет поставить на учет, снять с него тоже будет невозможно. При этом автомобилем можно пользоваться. А тем временем Министерство внутренних дел России уже аннулирует российские паспорта тех, кто выехал за рубеж. Как минимум два случая уже известны. С этим столкнулись главы Омского гражданского объединения Данил Чебыкин и Ричард Роман Кинг. Их документы ВВД аннулировало в одностороннем порядке. Я подавался первоначально на оформление заграничного паспорта в российское посольство. Получается, мне пришел отказ, поскольку у меня там есть большие штрафы за митинги в России. Но этого я ожидал, но все равно попытаться стоило. И через какое-то время после этого я заметил, что все мои российские сервисы, симки, банки сначала предлагали мне обновить информацию о паспорте, а потом начали писать, что, соответственно, ваш паспорт недействительный и вам отказано в предоставлении услуг. В такой же ситуации в начале 2024 года столкнулся мой коллегой. Я понял, что это не какая-то случайность или это целенаправленная, по сути, система репрессий. Ну, видимо, в первую очередь в отношении нашей организации, но уже потом, когда мы вот вчера опубликовали нашу ситуацию, мне написало несколько человек с аналогичными проблемами. Оформить российский паспорт за рубежом невозможно. Именно поэтому мне предложили как бы немножко узевать стремонии, как бы вот съесть. Конечно, я не воспользуюсь этим прекрасным предложением. Соответственно, оспорить в теории, мы консультировались, это можно, но очень сложно понимать, потому что даже сейчас не совсем юристы, те, к которым я обращался, понимают, на каком основании все это было сделано, поскольку, ну, вот этот закон, его вводят, его еще не ввели, но его обсуждают о том, что консульские учреждения могут, соответственно, даже отбирать паспорта и загранные, и внутренние. Его еще не ввели, соответственно, то есть нормой такой они не могли воспользоваться. Оформить доверенность на адвоката для представительства в суде без паспорта тоже невозможно. Однако Даниил Чебыкин планирует оспаривать решение. Четыре сотрудника уволены, еще 16 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальник управления ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку. Все это последствия бунта и захвата заложника в ростовском СИЗО 16 июня. Напомню, в этот день вооруженные ножами и заточками заключенные выбрались из камеры, взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Заключенные, утверждавшие, что состоят в ИГИЛ, требовали автомобили возможности уехать из России. В результате операций силовиков пятеро из них были убиты, а шестой получил ранение. Захваченные сотрудники СИЗО не пострадали. Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? Приветствую всех. Программа «Деньги от апостола» успешно работает более 8 месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские, военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне по сути все равно, с кем иметь дело. Меня интересуют информации, как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и так далее и тому подобное. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные всякие военные темы. БК, техника. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели, военные, независимо от их уровня, начиная от рядовых и заканчивая бригадными генералами, напишите мне, у вас ждет приятная сумма денег. Если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нет ботов. Два, я никогда не пишу первый, без договоренности три. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Вопрос будет заключаться в том, чья экономика дольше будет держать доходную составляющую. Украинская основная экономическая база, в том числе, является сельское хозяйство, сельскохозяйственная составляющая. Это очень важный фактор. Особенно, потому что фактически зерновая сделка сейчас надействует. То есть она отменена, но зерно из Украины поставляется. За счет снижения импорта происходит, соответственно, рост дефицита. А, соответственно, на фоне высокой денежной массы это приводит к росту инфляции. Поэтому инфляция это очень важная проблема, которую необходимо... Что делать будем с ней? Есть разные рецепты.